здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня обсудим заявление трампа который как всегда последовал через twitter о том что сначала он не сообщает о том что он останавливает законопроект по стимулированию рабочих мер и на этом мы собственно видим падение фондового рынка но затем а делает и другое заявление об этом мы поговорим сегодня но перед началом напомню что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк ну а ваши вопросы оставляйте мне в комментариях собственно трампа опять становится главным ньюзмейкером последнего последнего времени оно и понятно ему нужно набрать голосов и собственно двигаться дальше в этот раз мы с вами посмотрим твиттер трампа и как раз то самое заявление которое поступило 12 часов назад собственно я обратил внимание на то что вчера рынок на открытии довольно таки неплохо рос мой портфель из акций тоже подрастал но затем уже ближе к концу я открыл счет и вижу что там началась очень большая коррекция да то есть на этот момент от тех максимум которые были рынок довольно таки сильно скорректировался ну и собственно вот то то на что среагировал рынок это вот это заявление трамп обращается к нэнси пелоси что сделали хорошее предложение в 1.6 триллиона но 2.4 поддержать не готов ну и собственно отменяется со своей стороны данная данный законопроект и вернется к нему уже только после выборов то есть таким образом он пытается простимулировать электроэк голосовать за него так как он готов это делать как раз после выборов с другой стороны другое заявление которое последовало спустя 8 часов то есть четыре часа назад на то что трамп планирует незамедлительно провести выплату по чекам 1200 долларов и готов он готов подписать это прямо сейчас да то есть опять же обращаться к нэнси пелоси на самом деле сейчас реакция на рынок абсолютно неоднозначна потому что с одной стороны мы видели вот это падение с нп 500 и доллар резко вырос сейчас все начинает постепенно восстанавливаться если мы опять же посмотрим на карту рынка то вот так вчера закрылся американский рынок практически все в красной зоне ну кроме сектора utilities все остальное собственно корректировалась на вот на данной реакции а еще одно сообщение трампа которое было это опять же который поступил пять часов назад на текущий момент вот к моменту записи данного видео это то что трамп готов поддержать авиакомпании зарплаты по авиакомпаниям и 135 миллиардов выделить на как раз чеки для того чтобы защитить малый бизнес то есть собственно с одной стороны он начинает нам говорить о том что он налагает ветра до рынке на этом падает но собственно сейчас рынок начинает восстанавливаться вопрос в том хватит ли действительно меня дальше сил продолжать движение ну собственно сейчас возникает большой вопрос какое решение принять на рынке и стоит ли его в целом принимать поэтому сейчас эта новость она является основной даже те заседания федеральной зерной системы которое было вчера его рынок практически проигнорировал поэтому все следим за трампом но теперь давайте посмотрим что происходит на рынке давайте посмотрим s&p 500 сразу же то есть начнем с этого инструмента то есть вот собственно тот вчера на s&p 500 подрастал то есть принципе из позиции которые были на продажу я вышел как раз на фоне позитива который стал поступать и уже концу торговой сессии последние пару часов мы видели снижение в моменте падение от локального максимума до локального минус состава 2 6 процента ну собственно портфель мой портфель из акций просел но и в принципе сам индекс s&p 500 просел да как мы видим а если мы посмотрим дневной таймфрейм то фактически здесь есть вероятность того что цена пока не может уйти выше вот локальных уровней которые мы видели области 3 400 и собственно от них мы сейчас корректируемся но с другой стороны опять же новое заявление трампа которое последовало но может поддержать рынке я пока поставил здесь отложенный орден на продажу но собственно войти вот на данной коррекции но уже вот при подготовке к данному видео обратив внимание на заявление которое последовало чуть позже предполагаю что все таки движение также может и продолжится но пока отложенные ордера у меня стоят пока на понаблюдать давайте теперь пройдемся по всем другим инструментам начнем мы с евро доллара евро доллар опять же пока выглядит не вы довольно таки неплохо как и в первую очередь для продаж так и для продолжения восходящего движения но пока мы видим все таки движение в формате нисходящего до тренда который мы им собственно и говорили то есть да он только начинается он может завершиться крайне быстро но по крайней мере а пока предпосылки на то что это будет ситуация сохраняться в течение октября она сохраняется тут я тоже пробовал продавать то есть я напомню что мой сценарий пока не изменился просто цена собственно ушла чуть выше чем уровне которые я ожидал поэтому здесь из позиции я вышел сейчас фактически появился по евро доллару еще пока не появилось сигнал на вход поэтому здесь пока я тоже этот отложенный ордер удалю то есть я фактически примирался до данной сделки но точнее как сегодня мы вот локальный минимум обновили и здесь вот эта ситуация здесь как раз тоже может быть интересной поэтому здесь имеет смысл ну по крайней мере я для себя для того что пока отслеживать посмотрю сможет ли цена вернуться вот как раз данную область чтобы войти еще раз на продажу потому что среднесрочно да мы видим тренд у нас восходящий но если мы посмотрим опять же на дневной таймфрейм то тенденция пока смотрит на понижение на мой взгляд по британской валюте также здесь мы видим вчера мы видели укрепление американского доллара то есть но собственно после как раз данных заявлений сейчас рынок несколько восстанавливается тут у меня тоже стоит отложенный ордер на тот случай если цена поднимется чуть выше то есть именно в область максимальные значения там которые были во второй половине вчерашней торговой сессии из тех уровней ну наверное я попробую опять зайти еще раз на продажу то есть пока с ориентиром на то что все-таки октябрь будет коррекционным для рынков но без словно здесь нужно дождаться америки для того чтобы уже понимать как корпоративный сектор будет отыгрывать как раз данную новость и если все-таки восходящее движение возобновится то собственно у меня все-таки последние заявления трампа они будут иметь больший вес чем отмена как раз тех договоренностей которые были с республиканцев и демократов по паре американский доллар канадский доллар здесь но я давно уже присматривался собственно здесь я к возможности войти на повышение американского доллара также сформировалась неплохая формация на вчера мы закрепились как раз выше сегодня мы закрепились выше максимальные значения которые были сформированы вчера здесь я также вошел бы в эту позицию но если цена опустится чуть ниже если мы вернемся обратно вот в данную область пока по цене которой у меня стоит отложенный ордер то есть это 13277 то по этой цене а я бы попробовал войти посмотреть что из этого получится то есть вот на в самом минимальном значении то есть опять же у нас было был импульс была коррекция вот по завершению данной коррекции здесь я хочу попробовать войти в данную позицию опять же еще раз да я проговорю что все сделки которые я которую я озвучила которых я говорю они это сделки прожить только на своем счете вы не должны воспринимать их как рекомендация к действию да это крайне важно я просто хочу вам показать как это происходит как могут происходить убыточные сделки могут происходить прибыльные сделки чтобы показывать уже на своем примере по паре американский доллар японская иена здесь я ничего делать по данной валютной паре не буду с одной стороны хотелось ее продать да то есть были довольно таки неплохие уровни вчера и принципе также сейчас но как раз неопределенность на фоне роста американского доллара который сейчас есть она вполне вероятно здесь может и последовать да то есть пока вот мы торгуемся в ниже диапазон 105 78 нас сохраняется пока для предпосылки на на продолжение как раз нисходящей формации но не самый комфортный уровне на мой взгляд для входа на текущий момент поэтому по данной валютной паре пока сделки я пропущу по австралийцу собственно та позиция который открывал опять же на продажу то есть тут данные из австралии тоже несколько поддержали тут настрой который у меня был и цена до ушла ниже тех уровней которые я для себя планировал вопрос дальше вы сможете ли они она дойти до тех целей которые я до изначально планировал вполне вероятно что если настрой трампа сохранится то мы увидим как раз коррекцию на фондовом рынке укрепление американского доллара то мы вполне вероятно что туда можем и дойти но если опять его из настроение поменяется не знаю почему него меняется так быстро я то мы собственно сможем увидеть отскок от этих уровней опять же продолжение роста по австралийцу позиции открывать я пока не буду новозеландец тоже здесь выглядит довольно таки интересно да с точки зрения продолжения как раз нисходящего нисходящий формат нисходящее движение поэтому тут я поставил на всякий случай если будет все-таки коррекция потому что мы вчера упали довольно таки сильно падение в моменте от максимум дня до минимум состава порядка одного процента но если мы скорректируемся обратно в область 0 66 37 то с этих уровней тоже я бы попробовал небольшого объема как раз в эту позицию войти опять же посмотреть что из этого получится смогут ли дальше меня продолжится уже нисходящее нисходящее движение по данным инструментом а золото также вчера снижается и как я говорю с моя идея стоит в том чтобы все-таки искать золото в покупке поэтому с текущих уровней то есть мы здесь больше говорим о возможности нисходящего движения с точки зрения часового таймфрейма значит что мы можем прийти в область 1800 1840 вот оттуда я уже буду рассматривать возможности золото еще раз купить пока никакие действия особенно на продажу по золоту я производить не буду по даксу здесь ситуация довольно таки смешанная собственно дакс вчера опустился но он не ушел ниже минимальных значений которые были совершены во вторник сегодня мы уже торгуемся на локальных максимум то есть фактически на европейской сессии мы видим отыгрыш мне более позитивного настроя да и сейчас если мы соответственно на ее локальный максимум то здесь мы увидим подтверждение восходящей формации то есть фактически здесь смены тренда и не произошло но видимо не успели то есть понятно что произошло на америке европа уже не торговалась и здесь уже были вот эти движения по фьючерсам на тот же дакс поэтому здесь какой-то сильной реакции мы не увидим то есть да вернулись к минимальной значению которые были вчера но в целом пока динамика восходящая по даксу у нас здесь сохраняется но вот этого не скажешь по s&p 500 поэтому что вчера мы все-таки ушли ниже минимальные значения которые были в понедельник сформированы и сейчас цена да немного подрастает вопрос схватит ли как раз вот этих сил хватит ли вот этого настроя двигаться дальше или на открытие рынка все-таки начнутся избавляться от все-таки компаний да и от акций и перекладываться более рискованный актив потому что возможно смогут предположить что трамп в течение этого месяца может быть непредсказуем и рынок может лихорадить очень сильно поэтому здесь нужно быть крайне аккуратным с этим а с другой стороны акт нефть подрастает собственно у тех менюх которые были не в сентябре мы подросли уже до уровня 42 доллара по среди на нефть марки брен тут локальных менюх которые мы видели в области 38 и тенденция с точки зрения часового таймфрейма здесь тоже сохраняется но это в первую очередь также помогать и нефтяным компаниям у меня есть одна в моем портфеле поэтому здесь я рост и нефти соответственно здесь благоприятно влияет на котировки компании которые я держу поэтому здесь но опять же по нефти оппозиции не планирую здесь я просто наблюдаю для того чтобы понимать как я в целом нет реагирует на такую ситуацию на рынке но в целом сейчас скажем так октябрь не больше идет под знаком роста то есть мы отбились от уровней минимальной значения которые видели в сентябре сейчас движемся на область 43 ну и собственно цели роста 47 48 на текущий месяц здесь вполне мы можем увидеть собственно как я уже сказал то ситуация довольно таки интересно довольно таки неоднозначно что же будет делать трамп какие еще а твиты последует фактически twitter трампа становится главным источником новостей и главным как раз источником той реакции которую мы видим на рынке что он еще скажет нового будем следить и обсудим обязательно пятницу а если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк ваши вопросы оставляйте в комментариях ну а мы с вами увидимся пятницу и разберем как он заканчивается текущая торговая неделя и что нового на рынке произошло всем желаю хорошего торгового дня всем спасибо за внимание и до свидания